Добрый день, уважаемые зрители! С вами студия StarLadderTV, у микрофона Арбилин. И сегодня мы продолжаем с вами смотреть про серию 12 сезона. Это европейские у нас непосредственно каточки. Играет команда VPGG против команды Druids. Рамочку я ставлю на место. Ну и что? WillPandasGorgia. Грузинская команда VPGG. Действительно очень сильный коллектив. Уже стримил я их, когда были непосредственно квалификации в про-серию. Ну и команда Druids тоже очень сильная команда. Только, к сожалению, не помню откуда они, по-моему, если мне память не изменяет, шведы. Или Чехословакия, или Швеция, что-то вроде этого. Ладно. Take the elevator на пикабанах сидит у VPGG. Забанил Виспа с троллем. Ну и, собственно говоря, Druids у них на пикабанах сидит шоколад. Забанил снайпера и, думаю, над вторым баном... Ну вот, тут вылетают еще люди у нас. Акс улетает вторым баном от команды Druids. Ну и первый пик от VPGG. Посмотрим, все-таки, что же они пикнут. Будет ли это саппорт, либо сразу пойдут в какую-нибудь там связочку, агрессию. Да, действительно, первым пиком берут саппорта. Вингу, отличный саппорт. Много есть полезного и для пуша, и для драк. Ну и, в принципе, на линии может погонять неплохо оффлейнеры. Ну а Druids решили взять себе эсэфа. Пока непонятно, кэри эсэф либо все-таки в мид отправится. Фармящий он будет или же в миду будет стоять. Сейчас посмотрим уже, когда непосредственно увидим остальные пики. Ну и вот так, Бриста еще взяли себе Druids. Ну, сильный-сильный уже пик. Чувствуется такая, скажем, изюминка в этом пике имеется. Ну и эсэфчика, скорее всего, отправят в мид, Бриста отправят фармить. Это было бы логично. Чем же ответит грузинский коллектив? Сейчас мы с вами увидим. Пишут тут уже люди, что ВПГ выиграют. Ну, по-моему, в прошлый раз, когда встречались друиды и ВПГ, по-моему, все-таки Druids одержали тогда победу. Там буквально немножко не хватило грузинам, чтобы вытянуть каточку. Ну, думаю, в любом случае над вторым пиком. Капитан команды. Take the elevator. Дазл решили взять второго саппорта. Мне кажется, Даззла забрали постольку-поскольку. Просто не так сильно хотели отдавать Даззла под Бриста и решили его все-таки себе даже забрать. Как мне кажется. Потому что банить тут действительно есть еще кого и ребята понимают это и хотят забанить как можно больше героев. Ну, забанили бруду. Слардар улетает. Также бан от команды Druids и четвертый бан от команды Wild Pandas Georgia. Ну, вернее, не Wild, а Wild, но ладно. То такое. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Ну, тут тяжеловато угадать каких именно саппортов. Я бы Леона порекомендовал бы все-таки забанить, потому что друиды будут себе его брать, но решили Омника забанить. Но Омник, да, он тоже полезен, понятное дело. Он бы подхиливал бы Бриста, вешал бы на него репел и, в принципе, Бриз бы спокойненько бы дамажил бы кулинг спреем и никто бы его просто не смог бы остановить. Там появился бы какой-нибудь быстрый вангуард. И Бриз бы полностью обдоминировал бы на линии. Ну и в теории, в принципе, на карте. Да, в принципе, Омник это читерский герой. На того же СФ можно повесить репел. СФ собирает себе даггер и никого не ощущает. Ну что, Шторм Спирит у нас улетает в бан от команды Друидс и третий пик, опять же, от этой же команды. Что же пикнет у нас, товарищ Шоколейд? Давайте посмотрим. Ну, пора бы уже, конечно, саппортов пикать, потому что саппорта действительно не хватает в этом пике. Рубик. Ну, Рубик здесь может много полезного украсть у того же Дазла, у Винги. Рубик. Радиант Тим Пик. И Разор от команды ВПГГ. Разор действительно такой герой, который, если быстренько там соберет себе какие-нибудь ПТ-шечки с Аквилой и там с барабанщиками, то он будет дико полезен для своей команды. Он будет впитывать много дэмджа. Вот смотрите, пикнули Лину. Лина, мне кажется, будет вторым саппортом под Рубика. Рубик кидается в Трекинезе, Лина встанет, задувает и, в принципе, в теории там будет и Лагуна Блейд, у Лины на шестом уровне и могут, в принципе, даже вдвоем саппорты ходить и кого-то ловить и убивать под смоками. Ну, я уже не говорю о том, что они просто могут гангать, помогать Уфлейнерам, Мидеру, ГБКэри. Резервное время. Четвертый пик от команды ВПГГ. Думают они. Лина еще может, конечно, отправиться в Мид, и Сэфа отправят в Армите, а Бреста отправят в Офлейн. Есть и такой вариант у друидов, но мне почему-то кажется, Лину все-таки взяли как вторым саппортом, это будет логичнее. Хотя с таким же успехом могли бы взять и Леона. Он тоже неплох. Но Лина просто помощнее дамажит. Здесь, конечно, с этим и не поспоришь. Драгон Слейф, и Лакуна есть. У Леона там только Finger of Dead. Ну, зато Хекс есть, что тоже немаловажно. Но все равно до, там, допустим, до 13-го, до 14-го левелов Леон там не будет максить, допустим, сразу несколько видов дизейблей. То есть, обычно Максиса либо там Стан, либо Хекс, что-то одно из двух. Ну, и Templar Assassin залетает от команды ВПГ. Темпларка у них сильная. Если посмотреть сейчас квалификации в Бро-серию, то вы можете найти пару каточек, когда ВПГ показывали действительно очень сильную темпларочку там с барабанщиками через фейзы на трэпах там буквально с 11-12 минуты начиналась жесть на карте. Феникс улетает в бан. А тут улетает Сларк. Радиент Тим Пик. Ну, вариантов у друидов на самом деле не так уж и много кого пикнуть. Ну, Джиггернаута я тут не вижу в бане. Но другой вопрос в том, что Джиггернаута просто законтрят. Тут Разоры всякие с темпларками просто не дадут возможности ему реализовывать себя. Queen of Pain пойдет на мид, Брист пойдет в оффлейн, SF пойдет фармить в легкую, ну, а Рубик Лина, как мы уже с вами сказали чуть раньше, что будут саппортами непосредственно. Что касается пика ВПГГ, темпларка пойдет в мид, Разор скорее всего пойдет триплой в сложную, ну, и нужно взять сейчас какого-то кэри героя. Только вопрос кого? Какого-то сильно слабенького не возьмешь, потому что, опять же, Элина и Акаша с SF очень много прокаста магического и просто забьют. Брюмастер неплохо, неплохой выбор и мне кажется, что лайнинги у ВПГГ должны быть именно такие, как я сказал, это было бы логично. Ждем, пока рассаживаются у нас герои, точнее, игроки по героям. Кстати, друзья, самую последнюю информацию про серию 12 сезона вы можете найти на сайте dota2.starluder.tv раздел новости, там наши репортеры, ньюсмейкеры для вас готовят самую свежую информацию, так что следите за новостями, вы всегда можете, если пропустили там несколько матчей, там пару дней, всегда можете увидеть, свежий репортаж с итогами недели. Ну, естественно, не только про серии, но и остальных дивизионов Starluder. Ладно, представим пока что команды, команда Druids, Nuzze, Nuzze, даже так его лучше назвать, ну ладно, Nuzze, сыграет на Queen of Pain, Лауи сыграет на Бресте, Элемент сыграет на Лине, Шоколейд сыграет на Эсефе и Айсберг сыграет на Рубике. Ну и команда VPGG. Take the Elevator сыграет на Manjifull Spirit, Old Snake сыграет на Разоре, Bubble Pa сыграет на Даззле, Дэвид Джонс сыграет на Бремастере и Трайки сыграет на Темпер Ассасин. Вот уже пошло первое вардирование на карте. Old Snake здесь на Разоре занял правильную позицию, не видит его сейчас Лауи и выходит сюда. Вот уже заметил, ну и почему Old Snake не стал Баунтируну отжимать пока непонятно. Ладно, тем временем тут двоих хороший стан подняли, убили Вингу и вот тут еще и Бремастера побили немножечко и ФБ делает команда Друидс. Достается кстати First Blood СФчику и это неплохой буст для мидера. Ну тут тоже кстати постарались с Вардом. Ну и что, как у нас располагаются лайнинги? Квапа идет в сложную стоять против Бремастера в миде СФ против Темпла Арки. Ну там кстати Тейкд Элеватор идет на топ. Неужели будет помогать? Неужели 2-1-2 встанут? Посмотрим. Ну и Разор с Дазлом будет стоять пока что против Триплы. Вот не знаю как по мне было бы выгодно Элеватору сейчас на низ пойти и попробовать подраться. Можно было бы попытаться. Но тут просто у друидов есть чем цеплять ВПГ нечем пока подцепить пока они Элеватора своего не дождутся. Винга им здесь позарез нужна. Ну бегать уже начинают по лесу воровать опыт. Помигали на Дазла Дазла подняли по таймингу хорошо Разор пересосался к Рубику подхиливает Дазл. Мой Кулинг Спрейм пытается Лауи дамажить. Нол Снэйк неплохо блочит промазывает у нас к сожалению элемент станом и уходит отсюда Дазл. Побили его немножечко но выжил. Ну Шадоу Вейв скачал в единичку старается подхиливать как-то держать линию. Разор 8 тангусов 5 стиков уже имеет но против Бриста стоит правильно абсолютно делает так ну что у нас здесь закинули Дазла хорошо Рубик сыграл Лайтсберг молодец закинул здесь у нас Дазла и еще ДД Лина взяла и могут сейчас настрелять по Дазлу и Дазл вряд ли что-то сможет здесь сделать но вот ему на Вижен я бы не рекомендовал подходить Алина его все равно видит и Илина его сейчас убьет да даже без скиллов ай-яй-яй мисс драгонслейв пришлось потратить в принципе 100 маны зато фраг сделан и почему бы и нет Акаша здесь воруют крипов подзагнала немножко элеватора элеватор регенится акварити поэтому подходить не хочет ему необходим мана ДХП у него не так много чтобы подойти к 4 Акашу который второй даггер и там можно немножко пострадать ноутсека сейчас будут ловить под ДД у нас Алина и начинает в него всаживать много демеджа там болт полетел от Рубика но в итоге опять же не убили флазчик и разор отбивается ну а на топе продолжается у нас противостояние что самое интересное в миде SF полностью доминирует то есть шоколад неплохо отыгрывает через кайлы он пошел и доминирует ну что а здесь тем временем пытаются убить даззла даззл стики прожимает выживает улснейк неплохо демеджи насосировал сейчас Лина убьет у 112 дамаги конечно через статик линк высосал и дал тангус еще даззлу даззл подхилил ну пока что это дабла отбивается ну брист реально просто без демеджа остается он ничего здесь сделать не может вот прокасты когда заканчиваются фейтболт айсберг куда-то там дал и все уже ничего не остается как просто с руки бить а с руки саппорты бьют пока что слабенько Лина вообще на топ смещается помогать Акаше ну за тут еще умудряется донать откуда-то вообще с непонятных позиций в смоках у нас Лина ну можно в принципе элеватора попытаться подцепить я бы наверное все-таки попробовал бояться бояться не выходят никуда выходить не хотят ну вот в принципе Дэвид Джонс готов у него второй клэп первая пассивочка есть пивко если что хочет попробовать подойти но вот отхила у него нету баночку еще надо ждать а баночка будет не скоро там кура полетела к там парочки то парки нужнее и вот так подходить страшненько к мастеру вот пивко кинул на Акашу Акаша миссует но задунай то задунайло вот кстати тоже непонятная мне механика доты так а что тут на низу на низу побили у нас айсберга немножко но он спрятался телекинезом откинул у нас разорчика продолжает здесь стоять ну Лина ушла просто стопа потому что там не дали ей возможности кого-то загонгать инфа видно проскочила что мисс на линии и решил сместиться у нас товарищ элемент на низ а тут хотят наверное шоколада забрать к нему летит уже базилка тэшка у него сейчас появится и идет за руной ну тут еще элемент ему если что помог бы на топе кстати баунтиру ну зачекали триггет заберет ее ну и паузу попросили да привет всем чатик привет всем зрителям птшка прилетела к сэпчику аквила есть есть инвиз 29 душ но еще ультимейта нет конечно ой 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 как хорошо застанили но в инвиз ушел и все неплохая попытка была от команды впгг но пока ничего не получилось ну а тут скорее всего буду сейчас датла пытаться забить но нет он стопал то просто оттуда ушел а разора здесь заковыряли ну хотя бы да ушел дэвид джонс на топе без тапка наконец-то начинает хоть что-то фармить у него 14 крипов как-то совсем худо у него все было ну начинается потихонечку экшен на карте начинают больше саппорты гангать напрягать вражеских кэри вражеских мидеров разменивается тут шоколад немножечко пхп но хотя как тут то есть рефракшн который защищает там парочку у акаши уже есть ульт 7 левел птшечка и возвращается она на топчик лави с ринков регеном уже ему надо дофармить косарь до виталити бустера и тогда у него появится вангуард и тут уже можно будет более серьезно паковать но опять же у разора есть статиклинг в двоечку плюс плазмофилы то то есть опять же демоджа будет все равно очень много залетать тут решили вообще фармить отводы ну и ты один вышка по боту начинает потихонечку сыпаться у команды друидс и надо с этим уже что-то делать а разор здесь уже хорошо себя чувствует агрессивно себя ведет с базилкой вот прилетает сюда шоколад будет пытаться кого-то убить кайлами не попадает крипов подбил ну телега все равно пока настреливает но с ней сейчас разберется уже башня да башня разбирается с тележкой и все тележечку убили ну за на топу на топе против Дэнни Джонса пытается тут что-то делать ну у брюмастера пока все плохо у него есть премал сплит но он выжден даже леса фармить потому что ну просто не дает ему акаша подойти близко второй даггер четвертый скример еще и ульта сейчас откатится там вообще без вариантов в темпларке аквилка с фейзами пока что еще не совсем боеспособный товарищ у нас в отличие от эсэфчика дэсэф сейчас нужно еще один левел апнуть и наверное можно уже будет ультимейт прокачать леватор тут стоит хочет в спину зайти но вот к бресту так просто в спину не зайти как мне кажется вот качаюсь сейчас можно попытаться трэп вейвотерор стан еще один трэп прилетает сюда акаша и неплохо разменяли венгу ну в смысле неплохо для команды вбгг но даггер трайки пытается как-то его догнать рефракшн и будет делать паут отсюда да получится там нет уже возможности трэп взорвался ирина бы не успела бы просто дать стан арканы появляются улины рубик на низу глип прожимают ну и под сейф тп на вышечку разора птшки есть с базилкой но по-моему чего-то им еще не хватает хотя бы каких-нибудь там барабанщики надо было бы себе все-таки приобрести но барабаны опять же если будет себе покупать темпларка то от них смысла не будет ну пока еще непонятно кто будет барабаны собирать тут на эсф хотели немножечко напасть пивом облили но ничего пока не получается команда впг воевав террор крипов украли так подмучил собственный крип бреста там на топе вышка упала но мы будем все-таки наблюдать за замесом здесь потому что мне кажется здесь должно быть сейчас какая-то драка придел сюда акаша блинкуется даггер снэйка плазмафилд как же больно сейчас акаши тут стан пытался дать тейк элеватор но у него ничего не получилось его просто разобрали через телекинез и тычки но такаше конечно больно от разора достается через этот плазмафилд брюмастер здесь в инвизе хочет попытаться через праймал спит кого-то здесь забрать подцепить но здесь плотные товарищи я не думаю что у него что-то получится вот разве только можно будет попытаться через атаку как-то забрать кого-то но вот что он сделал подошел просто под башню лол его убивает тот ул снэйк попытаться что-то еще сделать лауи хочет пойти догнать дозла но пока ничего не получается кстати там рубик украл у нас плазмафилд откидывается им и маны немножко не хватало линии на лагуну блейд но вот мана появилась арканы дали и надо попытаться убить дозла но хотя у него и так маны нету но вот стики поражал теперь мана есть на шаду вейв третьего уровня так что подхилить еще сможет я бы не спешил быть с лагуной в кого-то другого но хотя если быстро зафокусит можно попытаться разора убить но разора уже 1000 хп купил себе чинмейл это будет мека мека да тоже хороший вариант если барабаны не будет он собирать то почему бы и нет ну что тут шоколад сейчас будет разультовываться по рефракшену ну и очень больно тут еще нюзы на квп на квп помог и в принципе на этом все закончилось квапа кстати почти имеет два биллион стаффа там немножко надо дофармить и скоро появится орчит уже тогда будет затыкать всех 1300 у эсэфа уже есть даггер квапа тут за кем-то гонится но там внизу брист тоже с кем-то дерется квапа никого не догнала но тут тоже ничего интересного когда появятся деньги у бриста на его вангуард как-то он задержался с покупкой этого артефакта давайте перейдем уже на нетворсы посмотрим кто есть кто ну и пока что конечно доминируют друиды по нетворсику ворованный плазмофилд как больно бьет олдснэйк прожимает ульту а вот сейчас бы украсть бы ульту но нет врывается сюда нюзы ультует снэйка снэйка убили украл там кстати рубик еще грейв и навесил его на бриста в итоге разора разобрали куда элеватор бежит клэпает сюда дэвид джонс элеватор молодец забрали нужно попытаться квапу зафокусить но квапа облинкуется отсюда и все в принципе разменяли разора на лину ну такой себе размен если честно для команды в пгг 8-3 счет в пользу друидов тут на меду еще пытались триги поймать но не получилось я так понимаю скорее всего даггер себе будет делать потому что копит деньги не покупает барабаны а барабаны на команду было бы не дурной идеей ну да тут через автоатаку просто забирает тавр у него уже есть урна 700 монеточек сверху и можно задуматься о покупке какой-нибудь медальки ну и нападение тут на триги будут пытаться его убить соплями заплевал уже лауи но тут очень больно ему подходить и блин а конечно издалека драгонслейв плюс лагуна хорошая комбо задул на триги и триги отправили в таверну шоколад здесь битый но у него есть триген юзает этот триген и сдалека кайлами фармит крипчиков ограклап у него уже появился скоро появится бкб и этот эсэф будет огромной проблемой для команды в пгг но тут спину тем временем тейкд элеватор заходит с какой-то целью поставить вард поставил хорошо но как бы его тут не нашли а его находят его находят потому что он прошел тут как раз на варде ну ловить нечем но спракаста убили спракаста убили там скример и кайлы эсэфа слишком много демеджа то о чем я кстати и говорил магического демеджа слишком много у команды и бьет он ой как больно снег пытается дофармить мекку но 900 монет еще фармить долго у него хитрески я так понимаю нету да хитрески нету даггер появляется обремастера летит к нему отводами тут занимается и фармом у нас лауи на бресте т1 вышка в миду упала тут пытаются будут драться ребята с впгг но плазма филдом не попадает у нас разор рецепт на мекку купил себе ну теперь хитресочку надо себе принести и все будет хорошо ну а что два виллион стафа уже у нюзы есть и надо ему немножко дофармить буквально и будет у него уже рецептик наконец-то вангуар появляется у бриста теперь он более-менее плотный но 15 минута такой себе тайминг если учесть то что он там фармил почти не умирал 215 вот как-то много он бегал мне кажется на карте мог бы немножко быстрее получить бы этот вангуар ну хотя у него есть ипт и базилка со стиками грейженами поэтому такое дд тут айсберг нашел на трэпе кстати стоит орчит появился уже у акаши встал вангуард и что вышечку по боту Т1 бьет у нас шоколад и сыпется вышка будет очень быстро тейкд элеватор пятого уровня свапа нету ничего сделать не может а вот кулер мастер кулер мастер лави сейчас будет наглеть и спокойно будет заходить за тавр потому что у него есть вангуар посмотрите тавр почти не дамажит это т1 вышка ничего ему не будет никто сейвить не пришел но здесь разменяли т1 на топе на т1 по боту разменяли ребята из впгг траки сюда запрыгнул стан с прокаста его просто забрали не ощутили темп ларочку и тут погоню погоню хотят устроить сейчас в итоге погони никакой пока не происходит просто ушли в свои леса отфармиться у разора вот мека уже появилась хдресочку принесла ему ура но и все равно для 17 минуты разора еще мяско его еще можно убивать довольно таки спокойно потому что ну никакого особой пользы он пока не приносит для своей команды его слишком быстро будут фокусить и забирать если он там прожмет ультимейт даже мека мне кажется не будет так сильно помогать асф почти бкб доформил что примечательно а с бкб он уже может делать много грязных вещей на карте и вряд ли ему кто-то сможет помешать вот дэвид джонс здесь стоит фармит если сейчас нюзы на него запрыгнет нет захотели слишком опасно вдруг там еще кто-то был бы тут и дазл в принципе недалеко бежал дазл себе птшечки будет делать брист еще баунтирунку купил не купил поднял и купил свечен мейл продолжает медуз память а тут линии пушатся пушатся очень активно в пользу команды друидс и вбг пока не могут понять где им именно нужно находиться но тут попытаются лауи поймать клэп стан свап но тут прилетает сразу два подсейв тп будут все сейвить своего бриста и брист выживает еще плюнул соплями там под конец ветра появляется у лины и бкб появляется у эсэфа трики уже с даггером разор в бкб могут проиграть хоть хоть и отступают сейчас друиды но вот тут высох лилину ветра ну лину продали лагуна в рефракшн ушла тут разор сосирует дэмэдж и в итоге выигрывают драку потому что вовремя хелпа пришла и в принципе здесь все в пятером были против троих поэтому драку выиграли там эсэф вообще ретировался уже в миду бриз продолжает фармить птшки появляется у брюмастера ну брюмастер уже более-менее со своей задачей справился заход на рошана с аегисом будет более-менее безопасно уже ребятам из вбгг аегу надо отдавать конечно же темпларки да темпларчика подбирает аегис ну и надо идти давить не надо с этим аегисом полгода ходить ждать пока он спадет там каких-то случайных драк ждать медалька появляется у венги надо идти сразу драться надо давить на т1 вышку по миду и конечно же дефит дефит то потому что здесь эсэф времени не терял пропушил и что у него 1600 бкб может себе там уже дособирать какие-то другие артефакты ветра либо вообще скади сейчас начать собирать то есть вариантов у него развития много что ли на лина с ветрами и арканой то есть пока такой себе стандартный набор но хотя для саппорта опять же давайте отметим что все не так уж и плохо у лины но 433 конечно много фрагов сделала там помогала постоянно за счет этого ветра и появились примастер здесь бегает трики с аегисом 2 800 что он будет себе приобретать изолятор может быть какой-то рефракшн юзнул продолжает формировать крепочков каша уже укр клаб бкб скоро должно появиться блэд мейлы появляются у бриста и будут т1 вышку дефать скорее всего она упала даже не пошли драться решили просто ее отдать тюмейтор появляться уэсэфа и это будет скорее всего скади потому что вариантов тут не так уж и много смака разор у нас с брасером барабаны неужели неужели все таки будут барабаны на команду это было бы вообще просто превосходная идея хотя уже такая минута что от этих барабанов может уже и пользы в дальнейшем не быть поэтому лучше все таки для хпшки брасер пока оставить разультовывается у нас шоколад но тут праймал сплит и конечно же ульта вообще никуда ушла фейт болтом тут побили немножечко у нас иллюзии ну не иллюзии а миньончиков с праймал сплита тут нюзи поймали нюзи убили лагуна блейд улетела в ингу олд снэйк у нас под ультой продолжает гнаться тут нюзи нужно было убивать нюзи выживает дэвид джонс под грейвом бежит пытается как-то пивком всех обливать нужно убивать у нас шоколада шоколада убили олд снэйк сколько дэмэджа впитал ну вот под бм у нас конечно бриз вытанковывает опять же слишком много и размен один в два ну и там конечно же нюзи ушел вообще почти с 20 хп вовремя блинканулся там уже летел в него проказ но успел блинканулся за счет этого выжил так у кого здесь ну центришник просто стоял поэтому увидели я думаю уже гем появился ладно продолжаем смотреть бкб появляется вот импларочки по артефактам по артефактам чтобы интересного вам показать дазл себе купил виталити бустер и став о визарде неужели это будет именно тот артефакт о котором я подумал рот оф атус не знаю посмотрим бородит маску брюмастер себе приобрел это будет владмерс ну и тампларка пока неплохо себя чувствует самое время посмотреть на графики чтобы понять ситуацию на карте 5000 ведут по опту ребята из команды друидс и по золоту почти 7500 дэвид джонса здесь поймали и его скорее всего сейчас будут убирать 4 сопли на нем уже висело и убили его за проказ все-таки но тем временем впгг на топе брюмастер там загулял конечно немножко друиды готовы заходить по миду сейчас нужно дождаться крипов но у них там элеватор неплохо подпушивает топчик хоть он здесь и один но мне кажется не тот вариант друиды не уйдут с мидой будут все равно пушить т2 вышечку тем более она сыпется слишком быстро вынуждены поражать гриф там трэп юзнули на лауи ультует у нас дазл ну и вынуждены все-таки на топ лететь дефать не хотят вот так просто отдавать ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой тут рубик праймал сплит таворованный заюзал и заэвейдил там еще бы одна тычка его бы убили будет пытаться сейчас трики убить но надо убегать надо убегать да убегает юзет стики и ты по аут транквилы сразу появляется у рубика сэфа фарм немножко затормозился в том плане то что как-то вот полторы тысячи ему надо немножечко потеть чуть сильнее для того чтобы побыстрее у него появилось уже скади потому что с ручки под бкб он бьет достаточно много ну это два вышка начинает сыпаться у команды друидс грузины решили давить до последнего давят триггет настреливает лауи пошел тут побоковать немножко действительно рот оф атус появляется у нас у дазла бкб появляется queen of pain и смока приобретает себе венга 14-7 проигрывает команда в пгг смока тут еще и рубик себе приобрел в общем сейчас будут пытаться друг друга найти просто стоит отметить игру команды в пгг действительно посмотреть просто на эти варды какой-то некрасивый я знак нарисовал ладно пусть это будет не то о чем вы подумали о молнии какая-нибудь с гарри поттера как у него шрам был вот варды интересные стоят и действительно дают много инфы для команды в пгг поскольку они проигрывали достаточно сильно вот сейчас они уже имеют представление о том где соперник и начинают догонять догонять по преимуществу вот айсберга здесь поймали разобрали не ощутили но за пристом я бы не рекомендовал гнаться они решили и в принципе и не нужно им это сильно лину здесь пытались поймать но не получилось там даже рутафатас на нее навесили на бедную но не успели ну такое бкб разменять на убийство одного рубика это не совсем хорошая идея потому что бкб будет откатываться 50 секунд и вот за эти 50 секунд могут навязать драку ребята из друидов и подраться ну брюс здесь стоит выбирает позицию для врыва не хотят не хотят почему-то драться друиды чего-то ждут но тут конечно не мешало бы брюс бкб иметь потому что действительно по нему настреливают слишком много там и дэмэдж разор у него подсасывает поэтому не хотелось бы врываться вот так ну и акаша тут спидпушущая это очень модное нынче комбинация что пока шоу так отправлять на спидпуш она вроде как бы играет а вроде постоянно на каких-то лайнах нельзя никогда угадать заранее где она будет но тут иллюзии брюмастер немножечко побайтил побайтил сейчас будет второй иллюзии байтить но хотелось бы конечно на какую лагуну плейд развести безусловно но может не получиться а смотрите тактика командовая пгг начинает работать в том плане то что линии пушатся и друиды ничего не делают друиды абсолютно ничего не делают и могут потом поплатиться потому что тембларка может не простить просто у нее уже есть пол дезолятора ей надо нафармить рецепт здесь под медалькой сейчас очень быстро рассыпется рошан а это аегис а это огромное преимущество для 30 минуты но если только сейчас бриз туда не ворвется а бриз именно это и будет делать стан сразу получил но успел развернуться спиной медальку на него повесили позден тач вызов включил бм сос ирует дэмэдж праймал сплит собрали бриста там конечно немножко больно было но все равно успели скади появилась у сф а в ветрах у нас летает рубик и рубика сейчас убьют рубика также убивают ну что грузины реабилитировались сейчас достаточно неплохо подрались к сожалению у нас файд рекап только за одного рубика гем покупает у нас венга и сейчас еще будут девардить вы представьте себе сколько вардов у них стоит и они сейчас еще будут искать вражеские варты ну вот пилингует о том то что на топе что-то происходит нужно туда пойти сходить подраться у снэйка появляется аганим с аганимом он будет бить еще больнее в принципе он сейчас в драках не сколько бьет сколько просто пугает своей ультой потому что ему там близко тоже особо не подойдешь его если зафукусят то достаточно быстро отправят в таверну нюзи вынуждена отсюда уходить ну а чтобы делать шоколад у него есть даггер также уходит делает отсюда два тп аута ну забайтили грубо говоря выиграли для себя время потому что аегис там еще имеется в темпларке и почти почти появится сейчас дизоль продается банка и появляется дизолят дэмэджа очень много там 230 грубо говоря с руки бьет темпларка плюс не забываем смелда тычки взлетают еще больнее под дизолятором в общем там еще и дазл минус армор дает там будет ути очень сложно соло таргеты они сейчас будут разбирать только так лина тем временем почти доформила себе аганим да вот он у нее уже есть осталось его себе только принести ну и по боту начинает активно пушить ребята а там по топу ответочка там по топу ответочка только здесь т2 вышечка но она слишком быстро упадет поэтому я вам даже так бы сказал отразмен не в пользу команды друидс потому что ничего они здесь толком не сделали но хотя нет разобрали еще и в меду тавар так что более-менее неплохо но теперь надо бежать на топ отпушивать ну вот как вам сказать чисто по пику мне больше нравится пик команды друидс чисто по позиционному поведению на карте потому как себя ведут саппорты сами игроки мне больше нравится команда вбг потому что они реально сейчас просто позиционно выигрывают игру у них есть много вижена на карте да кто-то там сказал что есть тут типа вард дефолтный и здесь дефолтный вард но в любой пап зайди здесь будет вард стоять или здесь ну то есть вариантов много но в любом случае вижен для рошана всегда имеется в любой игре ну здесь вард дефолтный но он прям какого-то глобального вижена не дает он дает вот этот участок небольшой в отличии от вижена команды впгг то есть тут вард стоит с трэпом он дает возможность смотреть перемещение в сторону рошана опять же то есть не ставят какой-то дефолтный здесь вард а просто наблюдает из ниоткуда здесь какой-нибудь там вард если поставили смогли наблюдать за лесом ну конечно здесь уже варды не попадали саскади тут и сэвчик уже уничтожил вардец вышка т2 сейчас очень быстро упадет даже без ульты разора да насыпется и впгг готова заходить на т3 на т3 заход и опять этот размен не в пользу команды друид скорее всего будет они вынуждены лететь дефать прожимает глиф т2 вышка на топе сыпется в миду тут сэв пушит но вот сэв миду может конечно спушить но здесь мне кажется быстрее две стороны упадут чем там сэв будет на топе что-либо делать посмотрите просто с какой скоростью ой как ошибается сейчас у нас лина вообще в никуда просто свой прокаст отдала в дазл зачем дазл еще живет дазл до сих пор может хилить он может сейчас развернуться и до сих пор хилиться в ветрах у нас летает олд снэйк в итоге сэв не разультовывается по разору но это только аегис сейчас будет шоколада убивать и еще одна тычка да разор умирает байбеки я включу до сих пор дазл живой чтоб вы понимали результатовалась в него лина и ни к чему это не привело но дэвид джонс конечно же здесь убили ну что барак ранжевой стоит но это не проблема при следующем заходе можно будет его убить и полетели на топ дефать ну на топе действительно надо по дефать и в миду надо по дефать скорее всего сейчас будут заходить через топ что было бы логичнее тут от дефать немножечко и заходить через топ надо команде в пгг они продемонстрировали что в драках они сейчас уже посильнее будут своих соперников давайте посмотрим опять на нетворсы и на графике 5000 по прежнему друиды ведут по опыту то есть график мы видим не изменяется то есть как бы плюс-минус там 100-200 голды опыта прошу прощения ничего не меняется ну и так же по голде в принципе опять же то есть в районе 6000 он так и остается на протяжении уже там 15-17 минут ребят это не тот элеватор о котором вы подумали это я понимаю о чем вы подумали но это не тот элеватор криты кристаллис у темплор-ассасин появился если сейчас траки дофармит себе дайдалус то я не знаю как просто с ним буду драться бриз тут что-то пытается сделать на боте тут дерется своей командой но посмотрите дэвид джонс живой лина в ветрах лагуна блейд разрядила у нас брюмастера разультовывается шоколад траки сюда запрыгнула траки сейчас поплатится за это траки убивают слишком много дэмэджа разор высосал но разор где-то там далеко он не может подойти он регенится с меккой с плейтмейлом но опять глупый размен для впгг лину разменяли на кэри героя на темплар ассасин но и линии пушится в меду у нас уже огромная пачка крипов и вынужденные друиды отступать идти это все дефать ну а здесь уже половые можно сказать только мп немножечко не хватает половые ребята из впгг идут почти в полном составе там трики к ним подтянется идут по боту разору не хватает плотности он правильно артефакт себе купил плейтмейл нужно ему до собрать эту кирасу несчастную и тогда все будет хорошо у него будет больше плотности он сможет после того как статиклинк с него спадет он высосит какое-то количество демэджа он сможет это количество демэджа нанести ну бкб конечно вообще был бы для него идеальный вариант но бкб здесь просто не идеальный вариант для команды тут для команды кираса бы полезнее дд у элеватора я бы называю элеватор просто take the элеватор как-то дольше получается поэтому я его называю элеватор так что не путайте прошу форста форста появляется у лины олснейк тут прогнал акашу 3000 у него уже на руках ну и затягивается у нас немного игра рошан и за счет медов sustainable лаусе гемом увидел всю движуху разрушил вард и теперь вбгг уже отступают потому что не могут себе позволить здесь долго находиться драться они пока не сильно настроены понятно тут трики хочется доедалось до фармить себе там быть с каким-то оегисом уже с байбеком в кармане и уже идти заканчивать его желанием не абсолютно понятно сэв купил себе игл сонг если у него появится бабочка это будет проблема огромная проблема потому что его и так в принципе убить не так уж и легко потому что во первых его много игроков команды druid защищает а во-вторых будет тяжеловато просто подойти к нему на форстафе у нас тут уезжает ну и трики врывается ну куда врываться без бкб бкб прожимает когда на него уже грейв навешали ошибается сейчас в пкг трики пытаются наносить дэмэдж по шоколаду надо его убивать примастер разложился убили шоколада тут с раздором слишком быстро как-то разобрались рубика убили но и бриз до сих пор живой нюзи тоже живое трики сейчас будут пытаться убить пытался сделать и паут не получилось ли на дала стан и трики здесь убивают и как по мнению ошибка была от команды в пкг куда вообще ворвался трики без бкб но у него было или в кулдауне ну зачем тогда было врываться лол а тут ветра уши подоспели и дэвид джонс теперь никуда отсюда не уйдет еще и бресту оставили фраг кираска есть бм есть ну ничего сейчас не мешает забрать сторону давайте на байбеке посмотрим там платка байбекается толку от этого абсолютно никакого нету она одна тут ничего не сделает куда сейчас трики идет непонятно мне но боятся тем не менее боятся а зря они бы могли бы тут развалить легко пока не было до званием могли бы легко этого трики развалить и ничего бы он им не сделал бы но уже конечно все порезались и друиды вынуждены отступать инвизу лины нужно вот тут ей было становиться но уже слишком поздно а то тем временем трики пытается поймать у нас лауи начинает по нему дамажить лауи почти мертвые опять лагуна блейд в никуда до зла который выживает его отхиливать смеккой я не понимаю этого таргета вот в дозу у которого 2000 хп разряжать лагуну типа лучше уж вингу какую-нибудь там которая ауру все равно ждает на дэм тому медальку и swap и станы боевой террор то есть ну логичнее было бы в нее разряжать лагуну нежели в дозла как-то вот сейчас немного странно ведет себя ли на я не сильно этого могу понять да с аганимом типа быстро откатывается не жалко но не знаю может быть хотел зафокусить но не получилось так ну что тем временем аегис у темп ларки да да и дал оса еще стоит под фарми треки давайте опять посмотрим на графике вот графики поползли вверх после ошибок и минус 4 там сделали ребят из команды druids и графики по опыту поползли вверх что касается по тенгам ну тоже выиграли грубо говоря около восьми девяти тысяч то есть это очень много сейчас 15000 выигрывают аганим появляется у дозла прячется тут лауи там тут какие-то дропы были на стриме друзья прошу прощения за это заранее по-моему уже все нормально мы вернулись с вами в эфир ну что здесь дазл будет пытаться подцепить забайте так скажем на себя лауи сейчас убьют лауи отсюда вряд ли уже куда-то уйдет хотя пытаться как-то мансить ну и все и потеря гема потеря гема от команды друид 70 секунд не будет приста а там тем временем пытается бот запушить но не получается не получается у друидов вынуждены лететь на то очень много сейчас в чате грузин привет джорджи ахай джорджи а в том плане то что много болельщиков вбгг это очень приятно спасибо что смотрите star ladder thanks for watch star ladder тиви но действительно грузины играет красиво я не устаю это говорить позиционка у них посильнее чем у друидов но в плане вот тут файта конечно ошибка была здесь подошиблись но смотрим а начинает заходить на хг олд снэйк подрубает ультимейт в рефракшене на стрики начинает долбить по глифу там на топе нужно уже возвращаться до возвращается олд снэйка почти убили я в dragon slave laguna blade но он отхилил со смеки на развороте начинает драться какой хороший у тиммейт по акаши но там про ему спитом от вейде у нас брю мастер трики еле живое трики сбивает а егес тут до сих пор живой все живые команды вбгг но сильно битые ньюзи врывается убивает тут нужно ньюзи как-то попытаться законтрить но не получается тут бегать брю мастер в ветра поднимает ну пока размен ужасно для команды вбгг и сейчас еще и венгу убивает да это минус 4 в размен на одного рубика брю мастер еле живой отсюда уходит на тп ауте и байбеки на ваших экранах мы видим то что у акаши есть у бреста у лины и у только у разора в команде вбгг что конечно же недостаточно для того чтобы задевать общая ценность 22000 ну и бабочка бабочка в сфа конечно же за решала безусловно то о чем я и говорил как только она появится будет уже сложно что-либо поменять ребятам с вбгг плюс рефрешер естественно есть у ньюзи ну и мид сейчас будет падать разор тут ничего не сможет сделать без бкб странный выбор он начал игр club покупать после плейдмейла то есть он себе даже не доделал кирасу надо было сразу бкб делать нафиг тебе тут плэтмейл сделал бы бкб затащил бы пару драк и уже бы купил бы себе бекаби минус две стороны расплатились за то что вот так халатно отнеслись к драке ребята из команды вбгг и остается у них только топ только топ там тем временем айсберг бед и просто посмотрите как крипы по нему бьют летит к нему элемент на помощь и покупать shadow blade for став есть и рубика хороша на буду пытаться забрать и зайдут на третью сторону ну а вбгг понимает что вариантов уже в принципе у них не так уж и много и надо идти в лоб драться просто яб на их месте делал именно так есть доедалось есть бкб утрики нету правда мкб что плохо конечно же будут мясы по шоколаду psf чеку но других вариантов я не вижу они не вытянут против вот такого грамотного сплит пуша от команды друидса в том плане что вот просто акаша может бегать через blink по всей карте и поймать ее будет как-то сложно там и хекс тем более мистик став появился там хекс скоро будет на подходе агоним 2 ульты действительно сильно сильно сейчас друиды своего соперника поджимают с даггера трики уходит в лес продолжает подфармливать огромную пачку крипов пустил здесь очень много ранжевых крипов просто посмотрите на это столпотворение я даже так сказал но здесь в принципе сторона на сторону это не страшно это не страшно вот это страшно то что нету мида потому что тут как бы здесь линия все равно пушится в сторону команды друидс то есть в их пользу кушаться линия и в пгг это понимает то есть у них сейчас вариантов не так уж и много шивую себе покупает разор огорклаб по-прежнему лежит на хп это знаете это из разряда то что у него лежал брасер в начале игры типа байт на барабаны но в то же время дает хп до 2200 у него хп хорошо кирасу не стал покупать хотя там есть у бреста кираса кираса здесь реально бы не помешало но кирасу скинул на брю мастера на дэвид джонс окей но я предполагал как бы что у дэвид джонс и не получится ни в коем случае кирасу выформить потому что не так все хорошо у него было как хотелось бы ему с фармом 3 800 тем временем у лины или на тот может себе позволить слишком много артефактов поймали у нас и брю мастера и да 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 просто заковыряли брю мастер прямо спите здесь бегает элеватора подняли убили вообще в принципе не ощутили ну а что смотреть на шоколада ему вообще просто пофиг он я бы сказал бы это слово но в эфире к сожалению нельзя действительно он делает именно это он просто расстреливает пулемета своих соперников и ничего с этим поделать к сожалению не могут я дописали да мы понимаем русский то нет но просто хотелось как бы отдать дань почтения нашим нашему близкому народу по духу ладно дэвид джонс здесь пытается в бкб что-то сделать с него абсолютно ничего не получилось с гем потерялся гг пишет но здесь действительно бегает тут уже без шансов для команды в пгг ну что ж действительно в пгг для команды в пгг ладно поздравляем команду труидс в гг еще не все потеряно у них будет возможность отыграться смотрите анонсы опять же на сайте dota2.starlader.tv там будет информация о следующих матчах вашей команды если вы за них болеете но сейчас небольшая музыкальная пауза и мы вернемся на следующий матч так что никуда не уходите друзья я